Адвентисты объединились с этим движением устойчивого развития и повестка дня 2030 года, которая является мерзостью для любого из божьих детей, кто объединяется с таким движением. Посмотрите это видео. Редко буддисты, мусульмане, евреи и даже среднестатистические африканцы собираются в Ватикане одновременно. Однако в течение трех дней самое маленькое государство в мире приветствовало широкий круг представителей разных религий и представителей, Организации Объединенных Наций для изучения религии и целей устойчивого развития. Эта встреча была организована католиками для содействия целостному развитию человечества и собрала более ста представителей, чтобы посмотреть, что религии могут сделать, чтобы помочь в достижении таких целей, как прекращение бедности и доступ к медицинской помощи для всех. Все лидеры собираются вместе, религиозные лидеры и светские лидеры. Также здесь я нахожу, что постепенно религия признается, что ей есть что предложить. Я очень уважаю Святого Папу, потому что иногда он хочет плыть против течения, а это иногда трудно. Цель этой международной конференции – показать, как религиозные голоса могут способствовать глобальному преобразованию ООН в цели человеческого развития и устойчивого развития. Почему мы здесь? И почему это важно? Около 80% людей по всему миру придерживаются какой-то религиозной традиции. И несмотря на это, некоторые из многосторонних организаций, которые были созданы для реагирования на глобальные вызовы, такие, как вы и другие, не всегда прислушиваются к голосам веры. Впервые Ватикан помог создать дискуссию о целях устойчивого развития ООН с религиозной точки зрения. Но религиозные лидеры должны быть честными и искренними, чтобы выйти и работать вместе. Мы пользуемся этой возможностью, чтобы работать для добра, работать на данный момент для мира и благополучия. Для нас это была хорошая возможность пригласить многих представителей религиозного сообщества, чтобы познакомиться друг с другом, чтобы разработать концепцию партнерства между религиями и государственными деятелями. Политическими деятелями, экономическими деятелями, экологическими деятелями в мире. 25 сентября 2015 года Организация Объединенных Наций добилась того, что мировые лидеры приняли ряд глобальных целей по искоренению нищеты, защите планеты и обеспечению процветания для всех. Это часть из новой программы устойчивого развития. Каждая цель имеет конкретные задачи, которые должны быть достигнуты к 2030 году, однако поддержки правительства недостаточно и требуется приверженность каждого человека, поэтому помощь религии также жизненно важна для достижения этих целей. Вы только что просмотрели видео, показывающее, как различные религии объединились в Ватикане в отношении устойчивого развития, которое является ничем иным, как законом об изменении климата, потому что это также решает проблемы, связанные с изменениями климата. Обратите внимание, что говорится в этой статье «Новости Ватикана». «Папа. Устойчивое развитие коренится в этнических ценностях». Дальше в статье говорится «Папа Франциск в пятницу, это была пятница, 8 марта, встречается с участниками международной конференции под названием «Религии и цели устойчивого развития». Читаем дальше. В 2015 году Папа Франциск выступил перед Генеральной Ассамблеей ООН в Нью-Йорке незадолго до того, как члены государств Единонушно приняли повестку дня 2030 года и цели устойчивого развития. Перенесемся в 2019 год. Папа был в Ватикане в пятницу, где он приветствовал участников, принимающих участие в двухдневной международной конференции под названием «Религии и цели устойчивого развития». «Прислушаемся к крику земли и бедных». Опять, изменение климата. Все эти термины используются для изменения климата. Теперь давайте перейдем к другой статье, которая была выпущена «Адвентист-ревью». Вот что здесь говорится. «Адвентисты ищут новые подходы к гуманитарному развитию». Обратите внимание, здесь говорится «новые подходы». Итак, мы больше не используем старые методы, мы используем новые методы. Обратите внимание, что говорится дальше. Пятый ежегодный симпозиум о роли религиозных организаций в международных делах, состоявшийся 29 января 2019 года в Секретариате Организации Объединенных Наций в Нью-Йорк-Сити, Нью-Йорк, США, был совместно организован с Церковью Адвентистов Седьмого дня. В этом году основное внимание уделялось практическим и этическим вопросам, связанным с финансированием развития. Читаем дальше. Присутствовало более 300 человек, представляющих как сообщество ООН, так и различные организации, включая протестантские, католические, исламские и еврейские группы. Спикеры в течение дня повторяли эту ключевую тему, подчеркнув важную роль, которую могут сыграть религия и религиозные организации, когда ООН выполняет свою далеко идущую программу развития, известную как цели устойчивого развития на период до 2030 года. Эти 17 целей, поставленных ООН в 2015 году в качестве руководящих целей на следующие 15 лет, охватывают целый ряд гуманитарных задач от искоренения нищеты и голода до преодоления бедственной неграмотности. Здесь мы видим, что адвентисты, соорганизаторы мероприятия в Секретариате Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, выдвигают ту же повестку дня, что и Папа Римский, цели устойчивого развития на период до 2030 года, и эти 17 целей, которые были согласованы в ООН в 2015 году. И все это соответствует повестке дня вокруг темы изменения климата. И мы понимаем, что у Папы есть уши в ООН. И когда мы понимаем, что решение Папы об изменении климата это не что иное, как подготовка к соблюдению воскресного дня. Обратите внимание, что здесь написано. Здесь говорится, энциклика «Лаудата Си», написанная Папой Франциском в 2015 году, ссылается на решение в сфере изменения климата. Продолжаем читать. Воскресенье, наше участие в Евхаристии, имеет особое значение. Воскресенье, как иудийская суббота, должно быть днем, который исцеляет наши отношения с Богом, с самими собой, с другими и с миром. Воскресный день – это день воскресения, первый день нового творения. Обращаясь к миру, обращаясь к заботе об общем доме, обращаясь к планете Земля, обращаясь к решению проблеми изменения климата, все это показывает вам и мне, что вся эта повестка дня в области изменения климата, повестка дня на периоды 2030 года и Парижка и соглашения по климату, все ведут к поклонению и почитанию и соблюдению воскресного дня, которое полностью противоречит Библии. Библия учит, что седьмой день суббота все еще является святым днем Бога. Папа выдвигает свою повестку дня, показывая нам, что адвентисты объединились с повесткой дня 2030 года, которая приведет к национальному воскресному закону. Братья и сестры, нам пора заняться делом нашего Отца, просвещая мир истиной о Божьем седьмом дне субботи, а также истиной о первой, второй и третьей ангельской вести. Теперь, как никогда, мы должны объединиться с Богом, чтобы продвигать Его программу распространения этого послания для всех народов, для всех людей, для всех тех, кто будет слушать нас, пока Папа продвигает свою повестку дня 2030 года. И на какой стороне вы будете стоять? Будете ли вы стоять на стороне Христа, продвигая истину о субботе и библейскую истину, или вы будете стоять на стороне Папы, настаивающем на воскресном дне в повестке дня 2030 года? Гаун Диаб ясно дал нам понять, на какой стороне он находится, так как он работает вместе с этими католиками и иезуитами и продвигает повестку дня. Вот он на этой встрече, которая состоялась в Нью-Йорке 29 января, и он искренне обращается к тем, кто присутствует на этой встрече. Он является директором по связям с общественностью и религиозной свободой Церкви адвентистов седьмого дня, а также он является отступником. Мы разоблачили этого брата в прошлом. Мы знаем его работу и отношения с Папой на различных экуменических встречах в прошлом. Мы выпускали о нем видео. Братья и сестры, давайте не будем следовать слепому руководству, потому что это, несомненно, приведет к тому, что Церковь адвентистов седьмого дня будет говорить своим членам о поклонении в воскресный день. Вот куда мы направляемся, братья и сестры. Не удивляйтесь, когда руководство Церкви адвентистов седьмого дня скажет вам поклоняться в воскресенье. Не удивляйтесь. Пусть Бог даст нам веру смело противостать отступничеству и тем, кто предает доверие и обязанности пастырей и руководителей народа Божьего. Давайте громко взывать и не умолкать, потому что время коротко, и на карту поставлены человеческие души. Мы не можем понять ценность души, пока не посмотрим на Галкоффу. И когда мы посмотрим на то, что сделал Иисус на кресте, мы поймем войну, духовную войну, в которой мы находимся в этот час истории Земли. Давайте не будем играть в игры, братья и сестры. Давайте заниматься делами нашего Отца. Давайте осветим Землю славой Божьей в этот час истории Земли. Да пребудет с вами Бог! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok